Спасение человеческой жизни для них не подвиг, а ежедневная работа, почетная и опасная. Бороться с огнем сотрудникам МЧС приходится в разных условиях. Порой все решают считанные секунды. Спасатели должны быть готовы оперативно отреагировать на вызов и максимально быстро обезопасить объятый огнем участок. В некоторых ситуациях работать приходится в костюмах спецзащиты, которые могут обезопасить сотрудника от опасного окружения. Примерить их на себе в ходе выставки мог любой желающий. Данный костюм – это теплоотражающий костюм. Используется при тушении пожаров, для воспламеняющихся и горючих жидкостей, нефтепродуктов. Предназначен для защиты пожарных спасателей от воздействия высоких температур. Воздействие температур более 200 градусов держит не менее 600 секунд. Ну что, попробуем, почувствуем, как видят пожарники, когда работают на вере нефтепродуктов. Скажем сразу, довольно неудобно, довольно некомфортно, все падает, свисает. Но я думаю, что при должном обучении, при должной выдержке, это может спасти жизнь не только пожарных, но и непосредственно людям. Неподалеку от стенда припаркованы новые образцы пожарной техники. Привезти большую часть автопарка на выставку не получилось. Остальные экипажи задействованы в учениях. Но третья пожарно-спасательная часть – это в первую очередь богатая и славная история людей, которые, не жалея себя, шли на огромный риск, чтобы спасти город от пожаров. Когда произошел штурм с северной стороны, начальник части со своими пожарными переправился в центр города и руководил тушением, при бомбежке панорамы руководил тушением пожара. Где было спасено известное полотно «Рубо» панорама, было разрезано на 86 кусков. И с помощью пожарных и моряков черноморцев было вывезено на Казачью бухту, на корабль «Ташкент». Среди пришедших много ветеранов. Тех, кто всю свою жизнь посвятил службе МЧС. Они в один голос заявляют. На их место пришла достойная смена, которой можно доверить спасение людей. Вы прекрасно видите, какие они подтянуты. Они себя показывают на параде 9 мая. Появилась эта парадная коробка. Видны специалисты, сотрудники, какие они все живые, здоровые, молодые. И в городе можно надеяться, и мы надеемся, что мы будем спать спокойно. Все пожары будут ликвидированы вовремя. И будут они работать не только на ликвидацию, но и на предупреждение. Под конец встречи для пришедших зрителей спасатели подготовили показательные выступления. Они отработали спасение человека, попавшего в автомобильную аварию. Завершились показательные выступления спасателей водяным салютом. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.